Ну а мы продолжаем наше доброе утро. В Кисловодске открылась всероссийская творческая выставка «Артмай». Работы нашего земляка, известного фотографа Рината Урусова, вошли в тройку победителей среди профессионалов. А в Карачаевске прошло открытие его персональной выставки «Ко дню возрождения карачаевского народа». И в эти минуты в нашей студии Ринат расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, как прошли эти мероприятия и над каким проектом он будет работать в самое ближайшее время. Доброе утро всем. Доброе утро, Ринат. Рада тебя опять видеть у нас в гостях. Мы с тобой довольно-таки часто встречаемся, потому что у тебя всегда есть информационный повод. И в этот раз ты опять-таки с приятным поводом, даже с двумя поводами, скажем так. Первое – это то, что прошла твоя персональная выставка «К дню возрождения карачаевского народа». Она в Карачаевске была. И вторая выставка, в которой ты стал участником, вернее, ты вошел в тройку лидеров, выставка «Артмай», которая прошла в городе Кисловодске. Ну, наверное, мы начнем с первой твоей выставки, с этого мероприятия. Как все прошло? Что ты выставлял? Что ты представлял нас у зрителей? Доброе утро было. Спасибо большое, что в очередной раз пригласили меня. И действительно, май выдался очень насыщенным. Сразу два мероприятия. Одно мероприятие непосредственно коснулось меня как автора, потому что, как вы знаете, в этом году исполняется 65 лет со дня возвращения карачаевского народа на свою родную землю, на свою малую родину. И каждый год у нас это большое событие, на самом деле, особенно для карачаевского народа, да и в целом для республики, потому что так или иначе, вот эта историческая веха, она дает о себе знать. Думаю, что этот проект и все проекты, которые у нас будут связаны так или иначе с этими событиями, они будут всегда актуальны у нас. И чем дальше, тем актуальнее будет этот вопрос стоять. И я рад тому, что у меня есть материал, который я, надеюсь, буду продолжать собирать на эту тематику. И в этом году мне предоставилась такая возможность. В съемке, как вы знаете, сейчас мы только будем проводить по новой, потому что и пандемия внесла свои коррективы, и последние события тоже, конечно же, влияют на это все. Но, тем не менее, материала мне хватило, чтобы сделать персональную выставку на базе Карачаева-Черкесского государственного университета, за что я отдельно выражаю огромную благодарность и ректору, это Узденов Тулсултану Бекирович, и отдельно студенческому совету университета, который мне помогал непосредственно. Сколько работ было? 65. 65 как раз ровно столько, как и количество лет. Символично. Да, специально. Именно на эту тематику все. Именно на эту тематику, вы знаете, у нас депортация, это такая информация, которая из поколения в поколение у нас передается. Я тоже от своих бабушек и дедушек также с детства слышу много рассказов на эту тему, и общаясь с нашими мудрейшими, которые доносят до нас эту информацию, конечно же, вижу, через что пришли наши бабушки и дедушки, и эту информацию нужно передавать и дальше. Я надеюсь, я видел даже, что люди интересуются, причем разных возрастов, проходя, разглядывают портреты. У меня были именно портреты. Причем я постарался внести такие портреты, которые не будут классическими, они были больше бытовыми и житейскими портретами. То есть в этих портретах можно было увидеть обычную жизнь, которая живет на сегодняшний день. По большей части это у нас жители аулов, сельские жители. Ну и, конечно же, есть люди из города, но на фотографии вы этого не увидите. На фотографии вы увидите как раз такой классический портрет бабушки или дедушки, где она с внуками сидит, или он, или где они сидят вместе, улыбаются, о чем-то разговаривают. Ну и, конечно же, вот классический портрет, который так или иначе, вот в глазах просматривается та боль, та история, которую человек пережил. И, несмотря на это, он все равно в этих глазах виден вот этот свет внутренний, который так радует нас, потому что, ну, эти люди действительно исключительные. И таких людей, я думаю, ну, не будет их. Они действительно уходят, и восполнить этих людей мы ничем не сможем. Ренат, а если говорить о твоем втором проекте, какие работы стали победителями? Вообще, второй проект – это у нас выставка, она уже стала ежегодной. Всероссийская. Всероссийская выставка. Это «Артмай» проект называется. И каждый год тематика менялась. И в этом году темой стала у нас обширная тема. Я думаю, для всех она так или иначе будет по-своему отображена. Это любовь. Любовь во всех ее проявлениях. Это и классическое представление, и какие-то фантасмагорические представления. То есть все на усмотрение авторов, потому что авторы были представлены со всей России. И художники, и графисты там, и также была представлена фотография как отдельное направление. И я тоже отправил туда работы, и работы у меня были связаны как раз классическая такая любовь. Это любовь матери к своему чаду, к своей дочери в данном случае. Потому что там было представлено три работы, на которых отображены были мама и дочка. Очень такая необычная была на самом деле фотосессия, которую я решил отправить в этом году. И я рад, что она попала, и рад, что люди увидят ее. Потому что на ней история не то чтобы не только о любви, а о поддержке, о взаимопомощи. И вы знаете, родитель — это тот человек, который как никакой другой человек сможет поддержать и в радостные моменты, и, конечно же, в сложные моменты. И вот как раз в сложный момент мама поддержала свою дочь. На тот момент девочка, которая у нас была главной героиней фотосессии, у нее диагностировали рак. И, конечно же, это удар для любого человека. И для девушки, вы знаете, у нас девушки, они более эмоционально переносят это все, как, в принципе, любое событие в жизни. А тут такое событие. То есть диагностировали страшное заболевание. И, конечно же, она была полностью подавлена этим сообщением. Ну и мама, которой стоит отдать должное, она очень сильно поддержала ее. И была с ней везде. И даже на этой фотосессии они снялись вместе. И как раз вот нам удалось, я думаю, я был не один, но несколько авторов, которые были представлены в фотосессии. Но те работы, которые я сделал, я рад, что люди увидели вот эту взаимопомощь. И эту любовь, которая действительно, она вот всепоглощающая. Потому что, несмотря ни на что, вот эта поддержка, она любого человека, я думаю, может поднять на ноги. И человек может воспрять духом. И такая любовь, она всепобеждающая. И любой человек, я думаю, заслуживает такой любви. И если говорить уже в целом о любви, конечно же, сейчас ее всем не хватает в том или ином виде. К сожалению, да. Да, и я надеюсь, что подобные мероприятия, как раз вот на такие тематики, будут немного людей вдохновлять. Немного приводить их в то состояние, чтобы они видели мир немного в других красках. Не тот, который сейчас, к сожалению, вот так прям продавливается к нам с разных источников. Но вот хотелось бы, чтобы люди взглянули на другой мир. Мир любви и мир других красок. Ренат, я знаю, сейчас ты работаешь над новым проектом, который никак не связан с фотографией. Мне бы хотелось, чтобы ты несколько слов об этом сказал. Да, в том-то и дело, что я не могу пока о нем вот прям открыто говорить. Он еще не завершен. Но я могу сказать, что он не связан с фотографией. Я участвую в данном проекте как один из персонажей, которого я озвучиваю. Скажу сразу, это будет мультфильм. Мультфильм на родном карачаевском языке. Пока не могу сказать, какой. Будем ждать. Да. Но в скором времени обязательно, как только появится такая возможность, я уже и о самом проекте более детально расскажу. Озвучку я уже завершил. Сразу вам скажу. Вот осталось просто скомпилировать, собрать это все единое целое. Я надеюсь, будет интересно. Ну что же, я благодарю тебя за участие в нашей программе. Конечно, я желаю тебе творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо огромное. Кто в нашу жизнь приносит радость и теплоту? Кто с нами всегда рядом? Кто самый лучший психолог для нас? Я думаю, ответ очевиден. Конечно, братья наши меньшие. И не важно, кто это, птичка или хомяк, собака или кошечка. Главное, что они всегда преданы нам. Каждый такой питомец украшает нашу жизнь. И сегодня в рубрике «Зоомир» мы расскажем о черепахе. В гости к ней отправилась Светлана Шаганова. Доброе утро. Доброе утро, студия. Доброе утро, уважаемые телезрители. Как говорил один мультипликационный герой, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Парам-парам-парам-парам, на то оно и утро. Но Винни-Пух ходил в гости к кролику, а мы приехали в гости к черепахе. Да. Вы спросите, почему к черепахе? Да потому что сегодня всемирный день черепахи. И именно здесь живет наш герой. И еще, у него сегодня день рождения. И мы приехали, как положено, с тортиком и свечой. Доброе утро. Доброе. Здесь живет черепаха? Здесь проходите. Умар, сегодня всемирный день черепахи. И сегодня день рождения у твоего Рафаэля. Верно, черепахи? С Рафаэлем мы познакомились примерно год назад, да? Тогда ему был один месяц? Да. Тогда ты приходил к нам в гости с Рафаэлем. Сегодня мы пожаловали к тебе в гости на день рождения Рафаэля. Я знаю, что ты назвал его в честь известного итальянского художника, живописца. У тебя в доме появилась черепаха, потому что у твоей сестры появилась черепаха. И ты тоже захотел завести черепаху. Тогда Рафаэль вот едва помещался на моей ладошке, когда ты приходил к нам в гости, да? Сколько сантиметров, интересно, было тогда Рафаэль? Четыре. Четыре. И скажи, пожалуйста, вот за год Рафаэль, насколько вырос? Ну, он сейчас 8 сантиметров. Ну вот, прошел уже год. Скажи, как сложно, насколько сложно ухаживать за черепашкой? И стоит ли вот заводить черепаху? Да, за ней трудно ухаживать. Они капризные очень, как маленькие дети. И, наверное, так же болеют, как маленькие дети, разными болезнями. Вот за год твоя черепашка болела, скажи нам. Да, болела. И чем она болела? Грибком панцире. Это из-за недостатка ультрафиолета. Ну, чтобы черепашки не болели, наверное, нужно им создавать комфортные условия, да? Вот я смотрю, у тебя такой красивый аквариум, да? Там должна быть специальная, наверное, температура воды, да? Определенная температура. Расскажи. Прежде чем заводить красноуху черепаху, надо хорошенько подумать, потому что ее, ну, содержать очень дорого. Умар, скажи, а вот все-таки как ты лечил свою черепаху, Рафаэля? Ты обратился к специалистам, ветеринарам? Или все же сам справился? Ну, я не обращался к специалистам, к ветеринарам. Я сам справился. Я его мазал корой дуба, мыл, каждый день хозяйственным мылом купал в синьке и вылечил. Наверное, ты всю эту информацию прочитал в интернете, да? Узнал, как лечить таких черепах. И у тебя все получилось. Да. А вот сколько времени ушло на лечение? Три месяца. Три месяца ты лечил? Да. И добился хорошего результата. Рафаэль выздоровел. Конечно, мы хотим посмотреть, и наши телезрители хотят посмотреть на нашего героя. Может, мы его все-таки вытащим из аквариума или террариума? Можно его будет показать поближе? Давай. Вот какой у нас Рафаэль. Так, ну, Рафаэль также прыгнет мне на ладошку, да? Ай. Умар, скажи, а вот Рафаэль уже максимально вырос или еще будет расти? Нет, он вырастает максимум 35 сантиметров и живет 50 лет. Ну, как полагается на Кавказе, да, здесь живут долгожители. Рафаэль тоже, видимо, будет долгожителем, да? Ему еще жить, да и жить. Главное было его здоровье. Так, а чем же кормить Рафаэля? Что он ест? Он ест рыбу и можно давать иногда овощи, но чаще всего вообще его надо кормить рыбой. Так, а какой рыбой? Ну, там, путасу, карась и так далее. И где ты берешь эту рыбку? В магазине покупаешь? Да. Так, наверное, нужно мелко нарезать, да? Да. И сколько в день вот рыбки он съедает в граммах? Иногда 5, иногда 10, а когда нет у него аппетита, он капризничает, я его балую гомарусом. Но гомарус – это очень вредный корм, как чипсы для детей, я его даю очень редко. Ну, наверное, как и все дети, как и все люди, у него есть свой характер, да? Наверное, он капризный. Какой у него характер у Рафаэля? Ну, добрый очень он. Есть черепахи, которые вообще шипят и кусаются, он вообще не кусается. Ты знаешь, что вот черепахи символизируют богатство, здоровье, долголетие. Так что вот я думаю, что Рафаэль принесет в ваш дом все, что я перечислила, и здоровье, и богатство, и долголетие. Ты знаешь, вот мама дяди Федора из мультфильма «Простоквашина» как-то говорила, что я так устаю на работе, что у меня едва хватает сил включить телевизор. Ну, если я и соглашусь только на черепаху в коробке. Она имела в виду, что вот с черепахой так просто, что с кошками и собаками гораздо легче. Вот скажи, у тебя в доме есть и собака, и кот не один, и все-таки вот черепашка прихотливая животная, рептилия? Да, очень прихотливая. Так, и в чем прихотливость? Ну, ладно, любит поесть, да? Как она проводит свой досуг? Вот она все время находится в аквариуме, либо ты ее выпускаешь вот на волю, выносишь на солнышко. Да, я его выношу на солнышко, но нежелательно его выносить. Лучше купить ультрафиолетовую лампу, и это для них как мини-солнышко. Так, ультрафиолетовая лампа находится вот в аквариуме, верно? Да. Так, что еще нужно для аквариума? Берег обязательно и фильтр. Берег – это такой мини-островок, да? Да. Где Рафаэль может просто отдохнуть, да, вне воды. Так, температура воды сколько градусов? Ну, для маленьких 20 или 28 градусов. Так, а как поддерживать эту температуру? Ее нужно нагревать или как? Ну, нужно купить специальный обогреватель воды, и его поставить в аквариум, и он будет греть воду. Мне кажется, я такое хлопотное дело. Проще, наверное, завести кота или собаку, да, чем черепаху. Как ты думаешь? Или ты уже привык ухаживать за Рафаэлем? Уже привык. Скажи, вот за год он стал тебе другом? Да. Черепахе нужно очень много уделять времени. Ты учишься в школе, вот полдня ты на уроках. Рафаэль в это время чем занимается? Наверное, ты скучаешь, думаешь. Первым делом я прихожу со школы и захожу в комнату, смотрю в аквариум, смотрю, вялый ли он, или же активный. Когда он активный, мне самому становится хорошо, он уже стал мне как друг, как член семьи, и я уже без него не могу. Вот интересно, говорят там, лошадь умное животное, да, собака умное животное. А вот какая черепаха? Вот Рафаэль тебя понимает? На каком языке ты с ним общаешься? Я с ним постоянно разговариваю, когда ухожу спать, тоже разговариваю. Он меня понимает уже и знает. Когда я прихожу, он радуется, по аквариуму носится и... Получается, каким-то движением он показывает, да, своё настроение. Если он мечется по аквариуму, значит, он рад. Меня видно. Скажи, вот он немножко неспокойный сейчас, да? Это нормальное его состояние? Вот что он хочет? Хорошо, то, что он сейчас активный и не болеет. Черепахи, как говорят, нынче в моде, так что не зря ты приобрёл эту черепаху, она тебе доставляет радость, доставляет удовольствие, да? Скажи, хотел бы ты ещё какого-то животного приобрести? Да, у меня уже есть один маленький котёнок. Скажи, а вот коты не могут навредить черепашке? Да, могут ударить, нашипеть, и он очень её боится. Боится котов, да? Ну, ты всячески оберегаешь, да? Всячески оберегаешь своего Рафаэля. Скажи, вот многие телезрители сейчас нас послушают, там дети нас слушают, все захотят завести черепаху, а родители скажут, ой, да нет, это хлопотно, да, нужно там и аквариум купить, и лампу купить, ещё фильтр купить, и вообще, оказывается, черепашки капризные, они ещё и болеют. Вот, что бы ты посоветовал? Нужно ли заводить черепаху, либо нужно подумать хорошо? Нужно подумать, прежде чем как заводить, потому что очень много хлопот они доставляют. Да, если люди заводят черепах, либо других животных, конечно, нужно за ними ухаживать, да, нужно их оберегать, как бы они несут ответственность за своих братьев, братьев наших меньших, верно? Да. В день рождения Рафаэля, вот что ты пожелаешь своему питомцу? Чтобы он долго жил и раз большой. Я очень люблю черепах, и их всех поздравляю с Всемирным Днём Черепах. Я тоже хочу поздравить Рафаэля. Так, Рафаэль, Рафаэль, сиди аккуратненько на моей ладошке, так, ты немножко подстрахуй, да? Я вот хочу показать нашим телезрителям. Вот сегодня Всемирный День Черепахи, и ещё день рождения сегодня Рафаэля. Ну, надо же, вот такое совпадение, что Рафаэль родился именно в этот день. Я и Рафаэль, и Умар желаем вам удачного дня, отличного вам настроения. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.